Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. В первенстве страны футбольной национальной лиги. Забивать Самарский клуб начал только в начале второго тайма, отличился Сергей Самодин. Во второй раз оборону хозяев поля удалось прорвать спустя 4 минуты. Гол на свой счет после рикошет от защитника Химок записал Евгений Башкиров. 2-0. Первая победа на выезде и крылья взлетели с восьмого на третье место ФНЛ. Впереди Балтика из Калининграда и Астраханский Волгарь. Кстати, следующий матч Советы сыграют на Металлурге с лидером первенства 5 августа в субботу в 19.00. Самарские легкоатлеты завоевали 4 медали на чемпионате России в подмосковном Жуковском. За награды сражались сильнейшие спортсмены страны из 70 регионов. В жесточайшей конкуренции самарцы оформили золотой хет-трик, а на Авдеева сильнейшая в толкании ядра – 18 метров и 5 сантиметров. Быстрее всех за 13 секунд 100 метровку с барьерами пробежала Анастасия Николаева. Еще одно золото у Валерии Храмовой на дистанции 400 метров с барьерами. Софья Палкина завоевала серебро в ментании молота. Она отправила спортивный снаряд на 68 метров и 42 сантиметра. Самарец Павел Сухов в командном зачете выиграл бронзовую медаль чемпионата мира по фехтованию. В Лейпциге, Германии за награды боролись 38 стран. Россияне по ходу турнира обыграли сборные Ирана, Израиля и Украины, действующего чемпиона мира. В полуфинале команда Сухова проиграла в упорной борьбе олимпийским чемпионом французам 43-45. В поединке за третье место праздновали победу над венграми. Сборная России по шпаге поднялась на пьедестал почета чемпионата мира впервые после 2003 года. Напомню, в июне этого года Павел Сухов завоевал золото командного турнира чемпионата Европы. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы!